Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и сегодня у нас небольшой экспериментик. Как-то на стриме по ETS сказали, когда будет ралли, и я подумал, что вот, почему бы и нет. Поэтому сегодня, друзья, мы просто посмотрим, что это такое. У меня по ралли есть только одна игра сейчас в библиотеке, это Dirt 3. Она мне на самом деле очень доставляет, я очень много времени в ней провел, играя на геймпаде, правда. Сейчас у меня появился руль, и эта игра стала мне нравиться намного больше. Вот мастерство мое снизилось вообще просто в донном стало. Не суть важна. В общем-то, друзья, суть ролика, получить от вас фидбэк, надо вам оно или нет. И, соответственно, сегодня мы проедемся не в карьере, а просто в синглплеер, что называется. Да, я знаю, есть русская версия этой игры, у меня ее нет, у меня английская только. Хотя, может быть, на прохождении я скачаю, скажем так, пираточку, и пройдем ее на русском, если и оно будет. В общем-то, давайте ралли Монте-Карло, у меня заезд, почему бы и нет, в принципе, интересная зимняя трасса. Поедем мы на Subaru Impreza WRX STI 95-го года. Обожаю эту тачку, есть даже шальная мысль себе такую купить, но, блин, старовато. Тут, в принципе, довольно-таки большой автопарк в этой игре, но я очень люблю Subaru, и давайте выберем какую-нибудь раскрасочку. Я не знаю, да, пускай вот это будет. Соответственно, Монте-Карло, красивые виды, снежное такое вот все это дело, и, блин. Игрушка древнющая, графон еще, ну, норм, вполне мне очень нравится. Тем более, что я, скажем так, не графа дрочер. Уровень сложности у меня стоит на пятерке, и, ладно, хрен с ним, он-то пускай так останется, хотя первым места мне с таким уровнем не видать точно. Из помощников стоит только АБС, потому что я не чувствую блокировки колес, да и, в принципе, в машине-то есть АБС на самом деле. Хотя, может быть, в раллинах его отрубают, нахрен. Не суть важна. Ну и, соответственно, погнали. Сразу говорю, я водитель так себе, еду не особо на скорость, скорее больше не улететь нахрен отсюда. Потому что трассу эту я ни хрена, во-первых, не помню. Надо слушать штурмана. И вообще хочется просто доехать до финиша хотя бы. Уже было бы неплохо, на самом деле. Ну, здесь довольно-таки простая трасса, кстати. Опа, я кого-то догнал. Нифига себе. Может, я раньше на шестом уровне сложности играл, на максимальном? Хотя я понимаю, что здесь лянча на Субарику не соперник. Ну ладно, одного прошли. Хотя, да, посмотрите, слева отрыв какой до следующего соперника. Это лянча отстала, скорее она просто медленная. Упс, это было опасненько. Ничего, пока едем. Пока живы. А вот сейчас лед пойдет. Будет намного хуже. Да, я знаю, что я тормаживаюсь рано. Когда можно не тормаживаться. Знаете ли, хочется доехать до финиша живым. А то тут, скажем так, узенько. Тихо, 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 тихо. Не сносись. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Не блокируйся. Все нормально, ездим. Тихо, 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 тихо. Как ее швырять-то стало. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Что-то был съезд не с обрыва, а просто зона безопасности была даже. Теперь уже поаккуратнее. Да, уж очень аккуратно, очень безопасно. Можно это все намного быстрее проходить. Без проблем. Упс. Что-то здесь прям совсем узко. Нормально. Еще обзорности никакой нихрена нету. Все, финиш. Ну, что мы? Затащили? Нихера себе. Это неожиданно. Да еще и 3 секунды привез. Неплохо. В общем-то, друзья, вот такая вот у нас гоночка получилась. Я даже не знаю, что мне это даст. Наверное, нихрена это мне не даст. Ну и ладно. Соответственно, друзья, я жду вашего фидбэка. Если мы, как бы, вы решите, что оно заходит на канале и кроме фермы может быть что-то еще, то мы пройдем какую-нибудь подобную игрушку. Почему бы и нет? Я не знаю, что это будет. Дир 3, дир 2, дир 4, дир трали или вообще версии 7 какая-нибудь. Что-нибудь придумаем. В общем-то, это все не проблема. Вот, так что, кому понравилось, ставим лойсик. Кто считает, что долой всю эту хрень, давай ферму и только ферму, то можете даже дизлайк поставить. Я, знаете ли, к этому отношусь так нормально. Пишите свои комментарии по всему этому делу. Ролик получился коротенький, потому что вводный, дабы не напрягать вас. Если вдруг на самом деле это все дело не зайдет. В общем-то, всем спасибо за внимание. С вами был Никита Дилой. Всем всего доброго. Пока-пока.